Начало репрессии 30-х годов Репрессии 30-х годов стали подготавливаться еще заблаговременно В конце 20-х, точнее в 1929 году Почва стала готовиться постепенно, по всем фронтам В 1929 году большевики провозгласили такую программу построения социализма в СССР Намечено было выполнить, претворить в жизни три цели Три главные цели стояли перед большевиками Первая – индустриализация страны Индустриализация страны Вторая – коллективизация Создание колхозов, борьба с кулаками, так называемыми Индустриализация, коллективизация Это в данном случае нет, не электрификация А культурная революция Третий пункт программы Культурная революция О чем-то революционирует Сейчас поясним Что понимали большевики под культурной революцией Отсечь Все культурное наследие, которое будет вредно для советского человека Запрятать в книгохранилище, в тайнике или вообще ликвидировать Все культурное наследие, которое было при царском режиме То, что было наработано в крестьянской среде, в дворянской, в разночинной и так далее Вот сюда же в культурную революцию входила и борьба с религией Что религия объявлялась как пережитка прошлого Порождение буржуазного строя Порождение самодержавия и так далее Что религия не нужна для человека, социалистического общества Надо от нее избавиться, отсекать решительно В апреле 1929 года состоялся всесоюзный съезд Апрель 1929 года Съезд воинствующих безбожников А что она так всем не шла? В разрез идеологии я их не шла Да Другая идеология Уже вот в советское время, когда почти каждый верующий проходил через руки КГБ Обрабатывали его агенты КГБ И старушек, и молодежь с разных сторон Что вот первый вопрос, который задавали сотрудники КГБ Почему они пришли к студенту или к рабочему? Потому что вы перешли в другую идеологию Вы идеологический враг советской власти Переход в другую идеологию Это уже знак для того, чтобы поставить на учет в КГБ Под наблюдением, под строжайший контроль Что вера считалась другой идеологией Не большевистская, не материалистическая Съезд воинствующих безбожников На этом съезде Было Было принято такое решение Или вывод после всех выступлений Сделан итоговый Вот дословно И решение этого съезда Такая выдержка Все сектантские организации Это Политическая агентура Это политическая агентура И военно-шпионские организации Международной буржуазии Так вот было сформулировано Так сформулировал съезд Свою позицию по отношению к конфессиям И далее идет перечисление Кого отнести к этим военно-шпионским организациям Это Баптисты Евангелисты Адвентисты Методисты Почему-то методистов даже поставили Мне кажется, тогда методистов было не так уж и много А этих не было пятидесятников Ну, пятидесятники-то были Но они еще так резко не отделились от баптистов И от евангелистов Были, может быть, малочисленные группы Пятидесятничество, можно сказать, в это время Назревало в баптистской среде Тогда же, в апреле 1929 года Выходит новый закон О религии Новый закон о религии Кто их писал? Законоведы Менялись маски Из партии большевиков Все было подчинено большевистской материалистике Пятидеологии Что в этом законе были сплошные запреты Запрет на что? На детские собрания Юношеские, молодежные В законе был такой пункт Что верующим запрещается Оказывать материальную поддержку друг другу Даже Всякий запрет на миссионерскую деятельность Почему они не сделали? Взяли бы всех Сослали бы на каторгу куда-нибудь И все И делали бы это Ну как бы Проще там Перед заграницей Все-таки как бы Основной мир Нужно было выглядеть более-менее Боялись Боялись то есть Да Конечно Да Когда победоносцы в это дело Они видели что это Большой роль не сыграло Верующие Рыбы растут И они решили вот такими Коготь Своих Вот по сути дела Согласно новому закону Верующим разрешалось только Отправление религиозного культа Значит вот такая Праза она была в ходу В советскую эпоху Отправление религиозного культа Что значит Отправление религиозного культа Это значит Ну для православных Это Обряд совершить Свечку поставить В стенах храма За церковной оградой Если это молитвенный дом То Чтение Библии Только на молитвенном собрании Строго по времени Регламентирован Да Регламент За пределами молитвенного дома Уже не должно быть проповеди Служение в 10-12-12 Вал уже нельзя Какие Было Ну Может быть и можно было Хотя Все это строго отслеживалось Так вот посадят Ну да Рассказывали На служении Вы хотели культе Да Мы расставляем Чтобы культа Прошло все дни Вроде внедрен Не внедрен Все знания Ну это тогда были Мы скажем Об этом позже Наверное Так называемые Комиссии по контролю За соблюдением Законодательства О религиозных культах Да Группы такие При райсполкомах При горысполкомах И Эта комиссия Часто приходила На обычные Богослужебные собрания На Праздничные Они писали потом Отчет Протоколы Они должны были Прослушивать проповеди Писать рецензии На проповеди Я видел такие анкеты Рецензии на проповедь Были ли в проповеди Высказывания Политического характера Была ли в проповеди Связь с современной жизнью Да Вот на это тоже Обращался Внимание Потому что Если Там проповедник Просто Притчу Толковал Просто говорил О временах Исторических Ветхозаветных Это Никого не трогало Но если вдруг Он начинал проводить Параллели В современной Жизни Приводить примеры Это уже Настораживало Таких проповедников Сразу обращали Особое внимание На заметку Да На заметку Брали Другим там внушали Вы там толкуете Проповедуете Библию Но не касайтесь Современной жизни Не касайтесь Жизни современной Было выгодно Оторвать Загнать в такую Духовную изоляцию Верующих Пусть это будет Такой маленький Между собой Где там Одни старушки Дедушки Бабушки Собираются Гимн Это можно Ну вообще Такая политика была Советская эпоха Вера Религия Это только для Престарелых Молодежь Не должна Приходить Создать Барьеры На всех Уровнях Для Притока Здоровых Сил Молодых Юношеских И так далее В начале Тридцатых Годов В стране Была Объявлена Пятилетка Безбожия На Официальном Уровне Вот сверху Была Прозвращена Пятилетка Безбожия Тогда любили Всякие Пятилетки Объявлять Начались Повсеместные Репрессии В чем Они выразились Стали Арестовывать Лидеров В первую очередь Лидеров Которые Стояли Во главе Союза Церковных Служитель Союза Баптистов Попали В первую очередь Под этот Маховик Кто Был арестован Одинцов Николай Одинцов Михаил Тимошенко Иванов Клышников Это Сын Вот Того В.В. Клышникова Павел Васильевич Иванов Клышников Арестован Был Павлов Сын В.Г. Павлова Павел Васильевич Павлов Власти Конфисковали Всю канцелярию Духовного Центра Канцелярия Вся была Разгромлена Союза Баптистов Были Изъяты Библии Десять тысяч Экземпляров Библии Были Конфискованы Тоже Во время Этого Погрома В 1935 В 1935 Союз Баптистов Был Закрыт Полностью В 1935 Коду Закрывается Окончательно Союз Баптистов Но В больших Городах Крупных Таких Как Москва Ленинград Тогдашние Молитвенные Дома Не закрыли В регионах В областных Там Центрах Районных По сути Дела Все Были Закрыты И Распущены Молитвенные Собрания Дома В крупных Городах Оставили Для кого И для чего Для иностранцев Для показа Иностранцам Если Приезжает Какая-то Делегация В СССР Высказывает Мысли Что Вот мы Мол Слышали У нас Там За границей Пишут Что Вы Ведете Борьбу С религией Вы Не Разрешаете Людям Веровать Чиновники Говорят Вот Пожалуйста Мы можем Вам Показать Свозить Молитвенный дом Баптистов Он открыт Там Богослужения Совершаются В Петербурге Иностранцев Завозили Показывали Что из себя Представляли Эти собрания Их вел Обычно Один человек В Москве В московском Молитвенном доме Значит Он начинал Богослужение Он заканчивал Он произносил Одну проповедь Никаких Хоровых Там Песнопений Не было Музыкальном Сопровождении Тоже Не было Только общие пения Общие пения Один проповедник Старушки Вот примерно Такие собрания Были Показательными В это же время Арестовали Каргеля Он жил В Сумской области Городок Лебедин А Каргелю В это время Было уже За 80 лет Его Поместили В местную тюрьму Он Стал там Проповедовать Сокамерником Чем Вызвал Гнев Очень сильное Начальство Тюремного Они То и дело Заскакивали В камеры Кричали Прекрати Старик Прекрати Старик Тут Проповедовать Ну правда Через некоторое время Каргель Был освобожден Видимо По возрасту Освободили его Но конфисковали Огромную библиотеку Библиотеку Духовной Литературы На телеге На лошадях Вывозили эти книги Там Была Богословская Литература На немецком В языке На английском Он В это время Писал Толкование Посланий Кремльным Посланий Апостола Павла Кремлен Заготавливал Литературу И вот Вся Литература Все лекции Библейских Курсов Он Преподавал В начале 20-х годов На библейских Курсов Все это было Изъято Конфисковано Отобрано Были Также Арестованы Дочери Каргеля Елизавета Мария И Елена По-моему Они Отбывали Сроки Длинные В лагерях Одна из них Была Расстреляна Приговор Был Такой В 38-м году В Сумах В Сумах Ее расстреляли В городе Сум В 38-м году Понравилась Лекция Вдохновились Услышанным Поддержите Нас Молитвой И Финансом О чем Молиться И как Пожертвовать Вы можете Узнать На сайте 3wtvseminari.com В школе Мы с вами Дошли До 30-х Годов В 1935 Году Закончилась Деятельность Проханова Мы с вами Вчера Говорили Что он Оказался За рубежом В 1928 Году Не вернулся И Умер В 1935 Году В Германии У нас Есть Три Короткие Проповеди Его Одна из Проповедей Как раз Имеет Прямое Отношение К 30-м Годам К Репрессиям Последняя Проповедь Да Он Выступал На больших Таких Митингах Религиозных В Петербурге Там В Москве На больших Собраниях И Сформировался Как оратор Духовный Как Трибун Ну и чувствуется Вот атмосфер Той эпохи И атмосфер 30-х годов Чем В какой ситуации Оказались Христиане В таких Вот условиях Как раз Выковывалось Подлинное Христианство Подлинное Христиане Это Небуржуазное Христианство Которое Сейчас Мы с вами Скатываемся Такое Вальяжное Без Всякой Напруги Без Самоограничения Удобное Такое Комфортное Ну в таком Христианстве Нет огня Слишком уж Оно Обывательское Слишком Буржуазное А вот там В таких Обстоятельствах Уж Христиане Выковывались Очень Твердые И чтобы Стать в ряды Церкви Христовой Нужно было От многого Отказаться И много Претерпеть Ну а что Теперь Жить в постоянном Гонении Чтобы было Выкованное Христианство Нет Просто сейчас Идет Другая Идеология Другая Идеология Которая Говорит Вот как Я могу Сравнивать С тем Принципом Жизни Которые Я вел Раньше Такая Идеология Она говорит Давай им Разрешим Все Давай им Дадим Все А не Сами Себе Уничтожат Понимаешь То есть Вот эта Позиция Такая Что Вседозволенность Свобода Рассказана Безусловно 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 Страшнее В какой-то мере Да Это более Трудное испытание Испытание Свободы Чем Испытание Гонения Труднее Выдержать В советские времена Наши Верши Так Говорили Если даже Уполномоченный По делам Религии Придет В молитвенный Дом И будет Читать Евангелие Я И тому Возрадуюсь Пусть он Истинно Евангельский Озвучит Были Покрытие Среди Днедренных Были Да И сейчас Вот Я С местными Нашими Тамбовскими Отделенными Разговаривал Они Мне Рассказывали Про Воронеж Там Не очень Давно Несколько К лет тому Назад Уверовал Судья Бывший Который Судил Верующих Уверовал Прокурор Который Был Обвинительным На Судил На Процесс И Сейчас Они Стали Таким Ревностным Членами Даже Нерегистрированных Бахтистов Сотрудники КВБ Тоже В некоторых Местах Есть Уверовавшие Но Среди них Даже Были Те Которые Сочувствовали Верующим Вот Александр Меня Например Предупреждали О грядущих Обысках Сотрудники КГБ Говорили Ему Заранее Что Вот В такое Творение Будет У вас Обыск Предупреждать Его Чтобы Убрал Литературу Наиболее Ценную Иногда Сотрудники КГБ Приносили Молодым Верующим Генрика Синкевича Роман Генрика Синкевича Кама Гридэши Почитать Нет Дефицит Да Это была книга Дефицит Редкая Но Такие явления Редко Случались Но Они Тоже Были Дефицит Дефицит Наиболее Дефицит Просто Редко Субтитры подогнал «Симон»